Навстречу ветру! В Бейском районе с дороги слетел пьяный мотоциклист-бесправник. Это произошло ночью на трассе Белый Яр, Бея-Аскиз. По информации ГИБДД, 39-летний мужчина на мотоцикле «Хонда» не справился с управлением. Причиной, вероятнее всего, стало превышение скорости. Бригадой скорой помощи пострадавшего доставили в Абакан. Врачи сообщили, что у пациента были признаки алкогольного опьянения, взята кровь на исследование. Известно, что водитель был в мотошлеме, но без защитного костюма. Обычная одежда не уберегла его от серьезных травм. Кроме того, полицейские выяснили, что прав рулевого нет, да и мотоцикл был не зарегистрирован. В Сайногорске пожарные спасли из огня мужчину. Накануне в городе Металургов загорелся многоквартирный дом коридорного типа. По сообщению МЧС на момент прибытия огнеборцев, в комнате на третьем этаже горели вещи. В коридоре было сильное задымление, потребовалась эвакуация жильцов. Пожарные сумели спасти хозяина комнаты. 67-летний мужчина устроил возгорание, неосторожно покурив. Ему понадобилась помощь врачей. Самостоятельно из дома выбежали 10 жильцов. Спасатели напоминают – не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Это может обернуться бедой. Студенту из Красноярска, который готовил массовое убийство своих однокурсников, назначили принудительное лечение. Как сообщает следкомпу Хакасии и Красноярскому краю, суд установил, что обвиняемый, 18-летний учащийся южного аграрного техникума, действительно готовился к расправе над тремя своими обидчиками. После конфликта с одногруппниками студент купил в магазине патроны, к имевку носил его аэрозольному устройству, а также изготовил пусковое устройство. Применить их, а также нож он планировал в здании техникума 1 сентября прошлого года. Объектами были трое его обидчиков. Однако привести замысел в исполнение ему не удалось. Парня задержали сотрудники управления ФСБ по Красноярскому краю. По результатам проведенной судебной экспертизы, у подсудимого было обнаружено психическое расстройство. В связи с этим суд направил его на принудительное лечение в специализированный стационар. На улице Маршала Жукова очередное ограничение движения. По информации городской мэрии, с сегодняшнего дня и до полуночи 10 июня частично будет перекрыт участок улицы Маршала Жукова от 88 дома до улицы Озерная. Рабочие прокладывают водопроводные сети для строящегося микрорайона. На участке установили строительный светофор. Земляные работы идут на трех полосах из четырех. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными. Движение автобусов на данном участке сохранено. Кроме того, пойдет запасной электробус по маршруту номер 7.